В Научебоксарске юные дзюдоисты разыграли награды открытого республиканского турнира, посвященного памяти героя Советского Союза Вячеслава Винокурова. За жаркими схватками на татаме наблюдал мой коллега Вячеслав Ильин. Чтобы помнили организаторы, Республиканская ассоциация ветеранов самбо и дзюдо турнир приурочила ко дню рождения героя-танкиста. 7 декабря Вячеславу Винокурову исполнилось бы 103 года. Возрожденный почти после пятилетнего перерыва турнир для дзюдоистов от 13 лет и младше вызвал большой интерес у специалистов гибкого пути. Город Химиков, главная улица которого названа в честь Вячеслава Винокурова, приехали более 250 юных спортсменов из пяти регионов Поволжья. Соревнования носят не только спортивную направленность, но и имеют патриотический уклон. Мы хотим, чтобы подрастающие поколения, дети знали героев, в честь которых назвали улицы в городе, что эти люди сделали для страны. Мальчишки и девчонки награды разыгрывали в 18 категориях. У ребят в весах количество претендентов на призовой подиум было свыше 30. Но, как оказалось, такая конкуренция лишь повышала ценность медалей. Турнир, посвященный герою СССР. И этот турнир для меня очень важен, так как я хочу показать свои лучшие стороны на этом турнире. И очень хочу и буду добиваться золотой медали. Шестиклассник 10-й Чебоксарской школы имени дважды герой Советского Союза летчика-космонавта Андриана Николаева сумел воплотить желаемое. Глеб, он в синим кимоно, уверенно провел все пять встреч, в финале одержав победу над Даниилом Мартьяновым из Ульяновска. А вот для воспитанницы школы самбо-четра Полины Мышкиной лучший раздражитель старшая сестра. У меня есть сестра. Ее зовут Евгения. Она занимается плаванием. У нее 10 медалей, а у меня 6. Но я все равно ее обгоню. 11-летняя спортивная чудо в косичках сумела на один шаг приблизиться к своей мечте. Подопечный заслуженный тренера Чуваши Сергея Пегасова доигрывал турнир в категории девочек до 28 килограммов. Всего же в активе сборной Чуваши 13 золотых, 8 серебряных и 15 бронзовых наград соревнований. Такой медальный улов позволил сохранить кубок героя-танкиста на малой родине. Вячеслав Ильин. Вести Чуваши.